Многие годами не приходят домой, потому что транспортные расходы большие. Некоторые, у кого работа сезонная, возвращаются зимой. В основном едем в Свердловск, Сургут, Тюмень, Новокузнецк, Красноярск. Большинство работаем на стройках. Даже если посылаем деньги, то все равно на душе неспокойно за семью, за детей. Половинка хлеба на родной земле улучши буханки на чужбине, решил для себя Умаралида Даджанов. Его единственное ремесло земледелие. Долгое время он тоже находился в трудовой миграции. Вернулся уже, когда потерял силы поднимать кирпичи и таскать тяжелые стройматериалы. На накопленные деньги решил женить сына. Вероятно, так он хочет хоть как-то загладить вину перед сыном за годы разлуки. Мои личные наблюдения показали, что ребенок, выросший с воспитания матери, сильно отличается от ребенка, выросшего с отцом. Лично я всегда был беспокоен, не стал ли мой сын вором, не стала ли моя дочь распутницей. У меня пока есть силы, буду работать на земле, выращивать овощи, не поеду больше в Россию. Однако далеко не все думают так же, как Умарали. Экономическая ситуация не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии вынуждает мужчин уезжать на заработки и оставлять детей на попечение матерей. В стране более двух миллионов трудоспособных граждан. Половина из них ежегодно покидают родину в поисках работы. Только 500 тысяч трудовых мигрантов обеспечены постоянной работой и всего лишь 10 процентов увезли с собой семью и детей. Негора Соломова преподаватель в сельской школе. Она с двумя сыновьями ждет приезда мужа, который уже год трудится в Москве. Женщине трудно, поскольку дети маленькие, ей не на кого их оставлять, чтобы выйти на работу. Негора для себя уже твердо решила, больше не разрешит мужу покинуть дом. Тяжело не только женам, матерям. Больше всего психологически страдают дети, особенно мальчики 9-10 классов, потому что наше общество решило, что раз отсутствует глава семьи, за его обязанности отвечают сыновья и они должны кормить семью. Ведь иногда отцы не могут посылать деньги, многие бросают даже школу. Все равно они же дети. Если они сегодня не будут учиться, то завтра их тоже ждет доля трудового мигранта. В Таджикистане с каждым годом растет число малолетних правонарушителей. Ночные рейды по компьютерным клубам, профилактика преступности среди подростков. У большей половины задержанных тинейджеров, а родители на заработках. Сейчас я должен учиться в восьмом классе, но уже два года не хожу. Семейная обстановка вынудила пойти на преступление. Отца у меня нет. То ли умер, то ли потерялся в России. Может, женился, как все другие мужчины. Теперь заново учусь читать и писать. Жительницы села Кутос решили с малых лет учить своих дочерей ремеслу. Здесь в основном занимаются переработкой козьей шерсти, изготовлением махеровых платков. Каждая девочка умеет очистить шерсть от мусора, прясть пряжу, красить ее и вязать платки. Умелые руки – гарантия обеспечения детей во время отсутствия мужа, считает местная мастерица Гузалхонда Даджанова. Махеровые платки очень актуальны и модны в России. Мы их плетем, и наши мужчины увозят их продавать в Россию. Ручная работа цена и хорошо оплачивается. Поэтому мы каждую девочку с малых лет учим вязать. У нас все мужчины идут работать в Россию. Кто знает, какая доля у нее будет – ждать денег от мужа трудового мигранта или же присти пряжу и зарабатывать на жизнь. Массовая трудовая миграция породила в Таджикистане огромное количество проблем. Пожалуй, одна из главных – это разрушение института семьи. В стране, где ежегодно распадаются тысячи семей, стремительно повышается безграмотность и преступность среди подростков. По официальным данным, сейчас каждый десятый ученик в Таджикистане не посещает школу, а правонарушения среди молодежи через каждые три года удваиваются. Правительство, вместо того, чтобы решать вопросы с трудоустройством населения внутри страны, пошло по пути ужесточения ответственности родителей за детей. В минувшем году к различным штрафам были приговорены более трех тысяч семей. Субтитры создавал DimaTorzok